Всем привет дорогие друзья! Вселенная содрогнулась от аномальной активности. Эта аномалия не что иное, как новый Воздухан, который появился в результате большого взрыва и нас теперь может просто сдуть, если он не будет себя сдерживать и включит свой вентилятор. Да, сегодня речь пойдет про Арсена Маркариана, который является довольно популярным персонажем на ютубе и вещает буквально обо всем на свете. Но нас в данном контексте интересует именно его достижения в боях, которые из его слов ну просто какие-то невероятные. Сам Бадюк может сделать себе харакири, если это услышит. Я выступал на региональном уровне, на всероссийском уровне по кику. По кику. По тайскому боксу, по ушу, по кудо. По гире, по Тхэквондо, двукратный чемпион Москвы, 90-91 год. Это еще при СССР. При СССР чемпионат Москвы любой, это автоматический мастер спор. Это сразу. Это вот, ну, те, кто не поленится, поднимут. И в 91 году я выиграл первый открытый чемпионат профсоюзов СССР по Тхэквондо в тяжелом месте. По рукопашке, по универсальному бою, по что-то там еще было вот такое. Ну, ММА, понятное дело, тогда не было. Капировки. На Кубке ничем на землю, я мастер спорта выполнил. Я начал выступать с 2008 года и прям активную фазу закончил в 2012 году. То есть у меня было 4 года. За 4 года у меня где-то 52-53, как сказать, в общем, 41-х мест и где-то 12 призовых. Считаю, вот так вот. Где-то в 60-м турнирах поучаствовал по всем этим видам единоборств. Самое большое, что я выигрывал по юниорам на кикбоксинге, чемпионат России, прям официально-официально, ваковский. Второе место занял. На самом деле, первые меня засудили. Это отдельная история. Ну, это как бы, понятное дело. Могу рассказывать сколько угодно про это. И в 16 лет я поехал на межурный турнир по тайскому боксу. Будучи юнером, я выступил по мужчинам и занял там второе место. У меня там соперник в финале был, 28 лет ему было. Мне сейчас 28 лет. Это было 12 лет назад. Я в спецназе все-таки служил. Был призером чемпионата. Через полтора года? Это в каком возрасте? Это я в школу еще не закончил. Это в 10-м. Школьник и мастер спорта стал? Да, мастер спорта. Я в спецназе все-таки служил. Был призером чемпионата ВДВ по армейскому рукопашному бою. Я по тейквондо чемпион Москвы, чемпион первого открытого первенства профсоюза в СССР. Вышел я один поединок, провел его, выиграл. Все падают. И я ездил на молодежный кубок, кстати, в Украину. Тоже пионером я там занял три первых места и одно третье. Я всегда, когда у нас бросал туда тренер на соревнования, у нас записывал просто на все виды, которые есть. У меня есть даже записи, видео забавные, где я дерусь в ринге, и меня объявляют на соседнем татаме. Типа я дерусь, и там типа красный угол татаме, подготовиться, в регрендерсе. Я сейчас стою в ринге, думаю, сейчас перепрыгну, подождите, две секунды. Вот, в целом, да, вот так вот. Также хочу напомнить, что я уже делал ролик про этого персонажа на своем фитнес-канале. И там я разобрал то, как он ушатал здоровье тренировками. И при этом не достигнув хоть сколько значимого результата в боях. По крайней мере, мы нигде не находим этому подтверждения. В сети есть только кадры с турнирами какого-то сомнительного подвального уровня. Но Маркарян считает, что его уровень очень высокий. Вы только послушайте эту дичь. Бесполезно, просто чтобы было понятно, когда я второе место занял на том чемпионате мира по тайскому боксу по мужчинам. Я вставлю ремарку все-таки, извини, Эрих Мария. Что просто меня часто про это говорили, часто спрашивали. Вот подкаст «Хорошая форма» это осветить. Когда я говорю про чемпионат мира, я говорю, ой, блядь, блядь, блядь. В тайском боксе есть две федерации. Одна большая, мегаофициальная, вторая меньше. Вот это был чемпионат второй федерации. То есть не мега суперофициальный, но это легитимный чемпионат мира был. Там все такое, в Таиланде, хуё моё. И мне после этого даже один боец российский предложил поехать на сборы к Фёдору Емельяненко. И там типа остаться, тренироваться и проще. Но почему я это не сделал, как ты думаешь? Я думаю, ты эмоционально выиграл, тебе было просто... Нет, нет, ты еще ебалый. Фёдор Емельяненко это супер-блатье. Бабки? А-а. О, как я поеду, блядь, 9-10 класс. Да, на сборы к Фёдору Емельяненко пригласили. Вот дает. Арсен, наверное, если бы приехал, то бы и Фёдора вырубил там. Одной левой. При этом он считает, что входит в 1% самых сильных людей на планете. Я считаю, что я вхожу в 1% самых сильных людей на планете спокойно вообще. Просто вот так вот с запасом. То есть, вот просто, да? То есть, ты можешь поймать сейчас, ну вот, там... Нет, смотри, мы берем всю популяцию, всю планету. А, окей, да. Всю планету мы берем. В 1% людей, который убьет остальных 99%, я вхожу. Не, ну это клиника какая-то. Слишком он большого мнения о себе. Дрался на каких-то там подвальных соревнованиях. Непонятно, какие награды вообще получил. Но при этом считает себя самым сильным. Арсен, ты пургу тут не гони. Сам же много в своих видео говорил о том, что ушатал свое здоровье. Как ты собираешься с таким ушатанным здоровьем быть самым сильным в мире по ММА? Но вы думаете, это предел пиздобольства? Нет, совсем не так. Арсен наметил в UFC выступать. Причем сказал, что ему хватит всего 3 года для достижения этой цели. Будет четко. Вот мне исполнится 27 через месяц с небольшим. Я понимаю, что вот 3 года это с запасом прям хорошо. С учетом текущей динамики. И опять же, у меня, знаешь, плохо про такие вещи говорить. Обычно это не сбывается. Но я скажу, чтобы было понятно, чтобы градус вот этого исчез. Тяжелый весит очень короткая дорога к титулу UFC. Даже с самого начала. Там просто очень много людей. Да, ну если ты выигрываешь 4 боя, у тебя нет поражений. Ты попадаешь в UFC. Если ты выигрываешь 3 боя, ты получаешь иллюминатор. Четвертый бой это контендерский. Пятый бой спокойно может быть титул. Я просто не знаю, что тут добавить. Он даже Бадюка переплюнул по уровню Звездежа. Даже Ниндзя был поскромнее. Может Арсен перепутал UFC и KFC и считает, что для достижения чемпионства ему хватит всего 3 года. Учитывая, как интенсивно растет его пачка, Я думаю, шансы у него вполне на это есть. И топовых бойцов в KFC он способен одолеть в один миг. Одной левой и навсегда вписать себя в историю мирового майонезного бодибилдинга. Или же майонезных единоборств. Кстати, с момента того подкаста прошло уже 2 года. И собственно, Арсен, где результат? Ты хочешь после этого сказать, что ты не балабол и тебя несправедливо хейтят за все это? Где хоть один бой, который ты провел за это время? Где хотя бы что-то, чтобы доказывало, что ты не Звезда Бол? Ты хочешь стать чемпионом UFC? Да. Задержался. Люди спрашивают. Ты для этого что-то делаешь? Конечно. Да ничего этого нет и не будет. Весь такой ЧСВшный Маркарян просто в очередной раз похвалил себя, чтобы его хомячки восхвалялись им еще больше. Хотя, кто вообще может поверить в эту дичь? UFC это для самых одаренных и для тех, кто реально пашет. Если эти два фактора не сложились вместе, то даже и близко ничего не будет. А Маркарян пару лет в подростковом возрасте потренил, повыступал в подвальных турнирах, ушатал здоровье неадекватными тренировками и считает, что входит в 1% сильнейших по ММА на всей планете и всего за 3 года сможет достичь чемпионства в UFC. И какой Ишак вообще поверит во всю эту дичь? Ладно там Бадюку ранее верили, когда интернет не был еще так развит. Да и Бадюк куда убедительнее смотрелся. Хотя бы форму адекватную имел, хотя бы на спортсмена был хоть как-то похож. А тут персонаж выглядит как типичный посетитель Мака и пытается балаболить обо всем на свете. Но даже это еще не все. Вы только послушайте, что он несет. Вот смотри, вот сейчас топовые UFC. Нгану, Ганн, Волков, Льюис инвалид, его потушил Тайту Васса. Да, вообще последний бой был. Тоже не самый топовый боец. Да, кто там еще есть? Волков, Сонный. Стипа закончил карьеру? Ну, не знаю, но я не вижу его топовым бойцом сейчас в тяжелом весе. Он выглядел вообще как... Конечно, это от меня звучит охуенно, но все равно. Я сужу относительно его оппонентов. Выглядел он плохо. Выглядел он как Корабье в последнем бою. То есть, что-то есть, но уже не в форме. Ну... И там всякие есть черники. Мне кажется, Стипа еще может что-то сделать. Хорошо. Стипа топовый боец UFC тяжелого веса. Все. Да, одни бомжи там в UFC в тяжелом весе. Никто ничего не может. Видимо, герой нашего ролика сам всех вынесет. Тут просто нечего добавить. И что самое интересное, под тем подкастом его все хвалят. Рассказывает, какой Маркарян молодец и какой он крутой. Вы че вообще думать разучились? Стелет полную туфту и говорит, что сможет драться в топовом промоушене. И никак свои слова не подтверждает действиями. При этом Арсен считает, что все эти разоблачители его хейтят несправедливо. Что, мол, мы зря на него гоним. И вместо того, чтобы привести доказательства, показать протоколы, награды, удостоверения, видеозаписи с реальных чемпионатов мира, а не школьных залов каких-то. Он решил проучить всех этих мерзких разоблачителей. И сказал, что готов с любым выйти. Если с ним кто-то из нас продержится 30 секунд, он даже заплатит весьма немалую сумму денег. Я сказал простую вещь. С каждым, кто записал разоблачение, я готов выйти драться на следующих условиях. Вам нужно простоять 30 секунд. То есть 30 секунд просто не упасть в нокаут. Если вы это сможете, я плачу вам 10 миллионов рублей и удаляюсь из интернета навсегда. Если вы не сможете простоять 30 секунд со мной, то вы записываете 30-30 минутных видео, в которых просто хвалите меня подряд. Ну, в стиле как Панасенкова. Типа лучезарный, волшебный, замечательный, умный, неотразный. Вот 30 минут, 30 видео. И потом удаляете все другие свои видео из интернета. И что это вообще за туфта такая? Понятное дело, что даже если кто-то там согласится и приедет к нему, то Маркариан не будет с ним драться с каким-то там ноунеймом. Зачем ему это надо? Он вообще всех нас называет бактериями. Да и если предположить, что в теории кто-то там выйдет с ним, подерется и даже проиграет, то что это вообще доказывает? Неужели от победы над профессиональными блогерочками он станет профессионалом? Или же может это как-то подтвердит его достижение? Да нет, конечно. Чисто шняга, сказанная ради пиара. И ради того, чтобы утвердиться за счет других. И чтобы хомячки поверили, что мол в очередной раз показал свою доминацию и указал место этим лохам. При этом хомячки Арсена даже под моим роликом заходили и писали эту туфту, что он мол выйти с каждым готов. Пусть выступит на профессиональном турнире, победит там. И тогда я готов записать хоть 100 извинений. Но конечно же он этого сделать не сможет. Потому что при третьей степени ожирения есть риск похоронить свой организм. Бои этого мне маг. Тут может в ответ прилететь. Может настать битва за кислород. В любом случае, хочу сказать, что мы имеем дело с очередным учеником Бадюка, который превзошел своего учителя. А также мы вполне можем наблюдать новоиспеченного Воздухана. И в очередной раз я скажу нашу коронную фразу. На словах ты Лев Толстой, а на деле Шавхал Чурчаев. Но даже Чурчаев имеет куда выше уровень для UFC. Хотя бы не упадет от недостатка кислорода. Он этот кислород сам генерирует с помощью своего пропеллера. А такие как Маркарян могут только языком болтать. И тут же забывать, что они говорили пару минут назад. Я уверен, что Чурчаев Маркаряна вынесет легко. Нас сегодняшний герой не будет нигде выступать. И любому адекватному человеку это предельно понятно. Так что Маркарян ответ за свои слова. Иначе таки останешься Балаболом Воздуханом. А на этом пока все. Как всегда, став большой вентилятор этому видео. И кто не лайкнет, тот естественно грустный Ильяс Якубов. До новых встреч. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok